Смотреть ли в зеркало во время тренировки? Во многих тренажерных залах стены обвешаны зеркалами. Вы когда-нибудь задумывались, зачем это нужно? Чтобы любоваться своими набухшими бицепсами? Или смотреть за техникой выполнения упражнений? Может быть! В олимпийских центрах по тяжелой атлетике, в отличие от обычных спортивных залов, очень мало зеркал. Профессиональные атлеты намеренно сворачиваются от зеркал во время упражнений. Любопытный факт? Если вы тренируете в зале зеркалами и постоянно в них смотрите, вы концентрируете внимание не внутри себя, а на человеке в зеркале. Пусть это ваше отражение, но оно ведь на расстоянии от вас. Попробуйте как-нибудь поприседать со штангой, не обращая внимания на свое отражение. Можете быть уверены, что получите новые ощущения. Зеркала в тренажерных залах не так плохи. Если использовать их изредка, зеркало обеспечивает постоянный визуальный контакт и помогает лучше понимать свое тело, видеть слабые места. Для поднятия уверенности принято видеть, что вы делаете что-то впечатляющее, поднимаете тяжелый вес, посмотреть на свои пульсирующие вены во время изнурительной тренировки. В бодибилдинге важно, как ты выглядишь. Поэтому следует ценить ту визуально ответную реакцию, которую обеспечивает нам зеркало. Начинающим бодибилдерам при подготовке к соревнованиям нужно потратить уйму времени на обучение правильным позам. И, конечно, это лучше всего делать перед зеркалом. И все же, я считаю, что негативные стороны наличия в зале множества зеркал перевешивают положительные. Пусть этого и не понимают новички, пришедшие на свою первую тренировку. Видеокамера стоит сейчас не так дорого, и вы можете использовать ее преимущество в своих тренировках. Смотрите свое видео сразу же после очередного подхода. Это улучшит технику выполнения упражнений, а обратная связь у видео куда лучше, чем у зеркала, и не отвлекает внимания. Во время упражнений лучше освободить мозг от лишних зрительных образов, полностью сконцентрироваться на ощущениях в мышцах и желании выполнить еще одно повторение. Возможно, сначала будет неудобно и, скорее всего, пройдет какое-то время, чтобы заменить заложенные шаблоны. Когда вы избавитесь от зеркальной зависимости, то поймете, что я был прав. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok